Приветствую в студии Фонтанки генерального директора научно-производственного объединения по переработке пластмасс имени комсомольской правды Сергея Цибукова. Здравствуйте. Обсуждаем, как вы, наверное, понимаете, сегодняшнюю пресс-конференцию президента и мнение промышленника и политика здесь, думаю, интересно будет всем. Поэтому первый вопрос. Вот президент сегодня сказал, что действия правительства и Центрального банка по коррекции рубля и по поддержанию экономики, он считает в целом правильными, но несколько запоздалыми. Ваше мнение? Наше мнение очень простое, так как мы не совсем понимаем, что происходит там наверху, а питаемся только обрывочными фактами. Мы понимаем, что мы идем по пути, по которым Америка шла во время Великой депрессии. Точно так же были проблемы, точно так же зажимали доллар. Это привело к массовым сокращениям и увольнениям. После этого восстановилось производство только тогда, когда появились деньги. Поэтому если мы видим краткосрочный период, когда было нужно волевым способом зажать рублевую массу и остановить спекуляцию, то это, наверное, нормально мы переживем. Но вопрос, когда до промышленности дойдут по-настоящему дешевые длинные деньги. Поэтому вопрос выживаемости. Сейчас мы понимаем, что это было необходимо, потому что другого выхода нет. А вот если в январе, в феврале или в марте в эти месяцы не придут нормальные ликвидности на предприятии, конечно, нам будет очень тяжело. Но на самом деле президент определил сроки, он сказал, что максимум через два года экономика пойдет вверх. Нет, нет, нет. Мы говорим о разных вещах. Мы говорим сейчас о деньгах в экономике. А вы говорите об экономическом росте. Нам сейчас нужно выжить в той ситуации, которая есть. Потому что понятно, что ни под 16, ни под 18, ни под 25, как нам уже сказали в банке, никто кредитоваться не сможет. Просто физически таких возможностей сейчас нет. Значит, мы будем жить только на собственную прибыль. При условии, что банки будут как расчетная единица работать нормально. Но нужно же вкладывать в модернизацию, в науку, в инновации. И вот в случае, когда первый этап мы выдержим, и банки не рухнут, и даже под большие проценты мы переживем несколько месяцев, то дальше приход денег в инновации, в развитии. И тогда, через год-полтора-два, при реализации больших глобальных проектов типа «Транссеразийский пояс развития» и всех остальных, конечно, экономический рост может быть. То есть, все-таки мы говорим об одних вещах. Мы говорим о двух разных периодах. Мы говорим о выживании несколько месяцев и инвестиционных проектов, в которые мы впишемся, и пойдет экономика вверх. И первый шаг здесь был объявлен Центробанком, что под инфраструктурные проекты будут выкуп облигаций. Вот это понятная вещь. То есть, вот сейчас, ребята, надо потерпеть, есть проблемы, но вот следующий шаг такой-то, 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 все будет стабилизировано, начнется рост. На некий период ручного управления, возможно, перейдет наша экономика. Вы как к этому относитесь? Нормально. Дело в том, что всем это как красные директора, еще помним, но не мы, а те, которые еще у нас работают, мы помним, как промышленный отдел Кома-Партира и Кома руководил промышленностью. Было все нормально, только были профессионалы, очень мощная была дисциплина. Сейчас же проблема в том, что мы ушли из плановой экономики, но не дошли до реальной рыночной, не выстроили институт. Мы остались посерединке. Поэтому сейчас будет путь как бы в плоскости, но в некой ортогонали. Вот здесь должно быть ручное, стабилизационное, а здесь выстраивание тех институтов, которые и приведут к возникновлению роста. Поэтому одно без другого бессмысленно. Бессмысленно выживать, если нет перспективы. Ну, собственно говоря, не в этой пресс-конференции и в послании к Федеральному собранию Владимир Владимирович об этом и говорил, ожидая от предпринимателей реальные предложения, как выстраивать будущие институты. Вот это основная сейчас проблема. Но вообще в России достаточно много институтов, и они развиваются. Это же Промышленная палата, Союзы Летейщиков. Вот вчера у нас был генеральный директор. Это общественные организации, которые генерируют предложения, которые они потом передают власти и думают. А вы не правы. Я по-другому говорю. Торгово-промышленная палата. Во всем мире это структура, где членство обязательно туда платит за налоги. И палата берет на себя часть функций государства. Распределяет заказы, тендеры, берет на себя финансирование университетов и так далее. Создает класс. То есть то, чем у нас занимаются чиновники. А да. У нас палата тоже имеет особый статус, но такого статуса у нее нет. Хочешь – вступай, не хочешь – не вступай. Мы говорим о институтах, когда выстраиваются понятные правила игры, зависящие не от конкретных чиновничьих или государственных структур, а где есть самоорганизующие, саморазвивающиеся процессы. В тесном контакте, в переговорах с властью. То есть рулят профессионалы. Эксперты – профессионалы. По кадровым вопросам в плане правительства у вас есть какой-то скептицизм или желание, чтобы что-то менялось? Там нет ни одного промышленника. Этим все сказано. Конкретный вопрос задам. Упоминалось о том, что в правительстве обсуждался вопрос полного запрета на ввоз автомобилей, старых и новых, поскольку, как сказал Владимир Путин, в России производится практически вся, ну, почти вся линейка автомобилей уже здесь у нас. Но давно стоит вопрос о локализации производства, то есть производства запасных частей, чтобы не только там фары прикручивать. Насколько я знаю, общаясь с производственниками, западные производители приходят и говорят, хорошо, мы построим завод, но нам нужно сертифицированное производство и нам нужны специалисты, которые будут на этом производстве работать. Мы готовы выполнять ваши законы, по которым мы там должны локализацию 50-70%, 80% и больше. Но нет ни заводов, ни специалистов. Это правда? Это и правда, и неправда, потому что мы прошли все эти пути. Там есть масса нюансов, о которых сейчас не хочется говорить, но в случае когда сейчас заход будет, называют трех как минимум в Петербурге три мощные компании автомобильные, которые хотят войти, потому что все подешевело и сейчас хорошо выходить. Если у них будет действительно желание, все сделать можно. По крайней мере, у нас очень хороший позитивный опыт работы с итальянской компанией Мерлони. Она первая вошла сюда с бытовой техникой, и мы с ней прекрасно сотрудничаем и знаем, что нужно иностранцам, и как с ними договариваться, и нам, и им хорошо зарабатывать. Центральная здесь проблема это кадры. По нашей профессии кадры готовят ближайшие только в Смоленске. На Северо-Западе по нашим профессиям не готовит никто. Опять же, Владимир Владимирович в декабре создал при себе Национальный совет по компетенциям. Сложная система, по которой ты закончил вуз. Твой диплом означает, что ты закончил вуз. Через год ты приходишь в экспертно-методический центр, сдаешь экзамен, получаешь сертификат, а потом идешь в ассоциацию или в союз промышленников, и тебе говорят, твои знания действительно соответствуют той должности, на которую ты претендуешь. Вы поддерживаете? Мы это создали у себя. Локально для собственного кластера. Почему? Потому что начали завозить северных корейцев для работы, потому что нету людей, в принципе. Украинцы и среднее звено, а северные корейцы рабочие. Мы верхушка. Сейчас, правда, получше стало. Сейчас начали появляться на рынке и наши соотечественники, и жители Петербурга. Но мы столкнулись с этой проблемой, это создали вместе с политехом. И сейчас с политехом учимся. То есть, опять же, институты. Опять же, нужно создавать институты, чтобы приезжающий иностранец смотрел, какая инновационная чувствительность региона, что у них есть, какие у них стандарты, какие сертификаты, какое качество. Не какая-то бумажка, чтобы это выходило международные организации и так далее, и так далее. Институты. То есть, это можно сделать, насколько я вас понимаю, достаточно быстро. Необходимо только конгломерации, да, объединения. Это можно достаточно быстро сделать, если есть не просто вброс «давайте», а если после вброса создается программа и снизу, и сверху, и определяется точный ресурс и точка, когда мы должны это создать. Пока то, что мы делаем, это вот доброе пожелание, но создали. Но все предпосылки есть. Да, но мы... Сождали совет, мы создали при себе. Свою проблему решили. Теперь мне говорят, решив эту проблему в масштабах отрасли. Я говорю, зачем мне это? Но я себе это все решил. Вот у меня Дмитрий Семенович Чернейко, наш замечательный кадровик города, наверное, лучший в стране, он приехал и сертификат вручил моим рабочим. Ну, а мне зачем на всю отрасль? Вот если бы Питер сказал, как Дмитрий Семенович говорит, и губернатор это поддерживает, что Петербург становится законодателем в профессиональных стандартах междуотраслевых. И мы все стандарты по России самое сложное берем на себя. Но это даже не миллиарды, это триллионы. Сергей, был задан очень интересный вопрос по поводу состояния экономики в России. Но я попробую своими словами. Дескать, проблемы начались не с санкций, не с нефти, а гораздо раньше. Многие люди, которые связаны с экономикой, с большими деньгами, они это знали и чувствовали. Вы разделяете это мнение? Конечно. Дело в том, что последовательно все эти 20 лет уничтожалась промышленность. Не специально. Хотя в некоторых отраслях специально. Кто остался? Остался тот, без которого уже нельзя. Вот мы монополисты по военным вещам, но без нас никак. Поэтому нас оставили в покое. Мы один из немногих заводов на Выборгской набережной. Без нас никак. Все остальные пустили под нож. Институты, под бизнес-центры. Ну и дальше по текстам. Дальше понятно. Мы ничего не производим. Рынки сжимаются за рубежом. Нас вытесняли. Внутренние рынки сжимаются, потому что приходили иностранцы с финансовым плечом, которого у нас никогда не было. Поэтому понятно, что промышленность проседала. Дальше мы начали все закупать. По максимуму. Проще. Нефтедоллары идут, доходят, купили там. Дешевле, качественнее съездили. А ничего в промышленность, по сути дела, сильно не вкладывали. Вкладывали, но не настолько сильно, чтобы быть полностью независимыми. Вложили гигантские деньги в университеты. Слава Богу. Но назовите мне хоть одну инновацию, которую промышленность университетская вывела на мировой уровень. Но я бы пару эту штуку знаю гениальных людей. Ну, в политехе. Да, Алексей Иванович Боровков. Ну, он один. Ну, может быть, два-три еще, можно назвать. Ну, да, у нас есть гигантские, в хорошем смысле, Коля Лебедев, Транзас. У нас есть Диакон Феодосовский. У нас был Боря Лазебник. Ну, это тоже все штуки. Есть, ну, штуки. Как модель есть. Но мы же должны поставить это на поток. Вот я учился в Бостоне, там, где вот там, здесь был Толик, да, и Егор Бабсон Колледж, откуда бостонские мальчики, да. И старые ЦРУшники нам преподавали венчурный капитализм. Да не будет у нас его. Ну, не будет у нас ситуация стартапов, когда все это будет взращено в университетских кампусах. Ну, вернее, не будет, но это не критическая масса. То есть это надо делать, но не только это. То есть я не против, но не только это. В России всегда были и есть научно-производственные объединения. Вот фундаментальная наука. За забором. Вот университет. Все остальное отсюда и досюда внутри. И эта система может конкурировать? Только эта система может конкурировать. И парадоксально... Действительно наше собственное. Конечно. И парадоксально научно-производственные объединения в своей массе в основной выжили. Сейчас их пытаются реанимировать через кластеры. Все то же самое, только в НПО была госсобственность, это были холдинги, а кластеры – это общность предприятий, где могут быть разные собственники. Главное, чтобы была производственная цепочка от науки до производства и зарабатывания денег. И сейчас правительство достаточно большие деньги на это выделяет. Но, опять же, все это в районе моделей экспериментов. То есть это надо поставить на поток. А это, значит, должны появиться красные предприниматели, как были красные директора, красные профессуры, красные командиры и так далее. Кто поток организует проектов, кто создаст поток проектов и команд под проекты, причем команды и управленческие технарии, которые брали бы на себя амбициозные задачи. Вот если мы полтора-два года это не сделаем, университеты сам это не сделают. У них нету... Им проще что-то создать, потом выставить на продажу. Ну, понятно, что купят иностранцы. Но можем. Можем, да? Конечно. Было бы желание. Еще такой вопрос. Часто звучит мысль о том, что проблемы основные, они на местном уровне и решаться должны на местном уровне. Нет. Нет. Вот все, что касается города, все эти годы мы все проблемы решали. То есть вот надо отдать должное команде. Вот начиная вот оттуда. Вот сколько я, 15 лет? Да, вот я у всех председателей комитетов КРП, то в какой-то... То есть структура власти не мешала вам... Всегда помогала. Я имею в виду общероссийская. Нет, городская. Всегда помогала. Но я имею в виду, что она не настолько зависима от федеральной, чтобы тормозились решения глобальных проблем. Все глобальные проблемы можно решить только на уровне федералов. Это нормально? Ну, так устроена наша экономика. То есть все, что локально, рынки и проекты, мы в городе решаем. Но вы не заработаете много, не выйдя сначала на Россию, потом на Европу, потом на мир. То есть все. Надо точно понимать, что либо массовый продукт, вот это Китай или Турция, либо вы настолько сильны, что вы захватываете все ниши. Ниши могут быть вот такие, но вы везде. То есть вы считаете, что широкомасштабные какие-то проекты, они... Нет, типа Трансферазийского пояса развития Академия Гринберг и Владимир Иванович Якунин от Владивостока до Лиссабона, но сейчас Малый Шелковый путь до Крыма, это государственные проекты с облигациями, которые есть. Туда должны встроиться все, и большой, и средний, и малый. То, о чем говорит президент. И делать поставки. Это одна часть. Но ты войдешь туда, ты что-то сделаешь, а потом у тебя должна быть возможность вот это свое ноу-хау или продукт в другие ниши. Судостроение, машиностроение, военным, автомобилистам и по всему миру. Это тоже российская специфика или это нормально вообще? Ну, вообще, лидеров здесь Германия. У них тысячи предприятий, которые маленькие, но лучшие в мире. Понятно. Скажите, вот вы недавно в составе делегации были в Беларуси, я бы прочитал. Ну, и как вы считаете, есть перспективы таможенного союза? Или все-таки Лукашенко достаточно энергично настроен? Да нет. Нет. Беларусы очень и на уровне простых людей, и мне там родня вся, и на уровне директора очень позитивно настроены. Что белорусской стороне надо? Она не очень хочет, чтобы ее рассматривали как аграрный предаток. В Беларуси сохранилась очень мощная промышленность. В Беларуси есть достаточно сильная Академия наук не во всем, но вот на уровне. Они хотят, чтобы Россия продолжала реализацию масштабных проектов, например, финансируя науку из союзного бюджета. Но она хочет, чтобы это все приземлялось в виде индустриальных парков и у нас, и у них. То есть это тоже может встраиваться в ту систему, о которой вы сейчас рассказывали. Ну, последний мой визит был с Георгием Сергеевичем выступал Мясникович, премьер-министр. А до этого, месяц назад, мы ехали здесь в рабочую группу, Мексин возглавлял. На мне закреплена рабочая группа по внедрению композитных материалов. И мы привезли туда по крайней мере два пилотных проекта. Это карликовый светофор полностью из пластмассы, светодиодов и такой сверхвысокомолекулярный полиэтилен, который мы с белорусами, семь лет разрабатывали, очень хорошо. Сегодня я был уже Реза Ивана Чайлферова, он сопредседатель Межакадемического Совета. И мы с ним договорились, что он сейчас проанализирует ситуацию, замахнемся ли мы с белорусами на самый лучший в мире сначала светофор для РЖД, потом для судостроения, светодиодные перебивы. То есть идет конгломерация, да? Ну, первые шаги. Я вам, собственно говоря, все и подвожу к тому, что на встрече сегодняшнего президента обсуждались международные связи, там, с Ираном, с Китаем и так далее, с бывшими странами СНГ. Как вы видите здесь перспективу? Очень хорошо. Ну, вот то, что я предъявлял и то, что за мной записано в координации, мы бы создавали такой австрийско-российско-белорусский, китайско-севернокорейский класс. С точки зрения Северная Корея предоставила путь свой и РЖД за 25 миллиардов сейчас реконструируют железные дороги, да, Китай... Вы считаете, это отобьется? Конечно. Но только надо, понимаете, если мы говорим о таких глобальных проектах, надо сразу всех вовлекать. Вот не надо идти со своим местечком и вещами. Китай лучше делает сейчас даже, чем Тайвань, светодиоды. Может быть, они должны их делать, да. Белорусы могут сделать лучший корпус, материал взамен БАСФу, который мы использовали. Пусть сделаем. А мы чего? Мы электронику, все вместе. Мы найдем, понимаете. Очень важна кооперация и очень важно доверие. И надо понять, где лучше человеческий ресурс, где лучше компетенции. И делать, потом строить вдоль Трансиба Обама вот эти поселения, где бы могли люди работать, собирать и делать. Замыкать туда университеты. Такая большая программа. Она мощная. Еще один практический вопрос. Не могу не задать вам как специалистам по пластмассам. Как-то слышал, что мы не можем делать автомобили, потому что для них в один месяц надо делать 150 тысяч бочков для омывателя, а в другой месяц 500 тысяч, а потом снова 150. Мы можем там миллион каждый месяц. Да нет. Неправда. Если у вас хорошо выстроенное производство, именно с точки зрения их стандартов, мы делим, куда мир движется по производству. Это же мы так привыкли, что если стоят в танке, они 24 часа в сутки должны работать, и вот люди... Нет, все не так, да? Значит, мир движется к умным производствам. Умное производство делится на бережливое, это когда все как роботы, быстро реагирующие, когда надо быстро все перестраивать, и у тебя 20% должно быть всегда на готове стоять для сложного заказа. И так называемое смышленое производство, где вся команда работает вместе. Поэтому если ты как система управления мозгами поменял социокультурную модель внутри предприятия, где есть хорошая IT, интегрированная среда, то ты будешь сидеть на рынке и выбирать, что тебе лучше. Поставить вам бачки или уйти в сторону тебе репутация, деньги и все остальное. Все это решаемо, но надо не быть монопредприятием. Вот те ребята, которые выпускают только бачки, они, конечно, не могут так работать. Потому что у них же простой будет. А когда у тебя тысячи номенклатуры, ну попробуйте ей управлять. Ну, Сергей Цивыков еще и политик, сейчас становится абсолютно понятно. Бывший, бывший. Ну, все равно ясно, что здесь надо все объединять, все таланты. Я организатор. Организатор, хорошо. В заключении такой вопрос. Наверное, когда принимались меры, те же меры Центробанка по 17-процентной ставке, определенные эмоции такие были у производственников. Никаких. Никаких. Так бы все к этому были готовы. Хорошо. Тогда, может быть, вообще не к вам, но ответьте. Вот президент сегодня сказал, что грань между оппозицией и пятой колонны, она очень тонкая. Ну, не объяснил, в чем. Да, очень все просто. Давайте. Надо любить Родину. Вот в случае, когда вы любите Родину, вы можете критиковать как угодно. Но только надо искренне любить Родину, какой бы она ни была. А в случае, когда вы Родину не любите, и это ваша страна, тогда, а дальше по тексту любые слова. Любите Родину, выживите, пойдете вперед, ради себя, ради детей. Надо просто любить Родину. Вот он очень важно произнес эту фразу Ильина, что либо мы свободная, суверенная страна и считаем, как мы считаем. Либо у нас живут свободные народы, свободные народы. Это не Евросоюз, который в букет. Это вот озеро, где плавают цветы. Свободные народы и свободные люди. А дальше он сказал, свободный человек, у которого есть все права, и в том числе права на собственность. Вот если, у нас же все триединства. У Ильина это триединство звучит так. Любите Родину, у вас все будет. Отлично. На этом мы закончили нашу беседу. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Удачи всем нашим промышленникам. Спасибо. Всем удачи. и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok